110 лет исполнилось со дня рождения Николая Гавриловича Корыткова, человека, который в советское время 18 лет руководил нашей областью. Мероприятие в памяти о нем прошли у мемориальной доски, установленной на доме по свободному переулку, где Корытков жил и работал. Вклад Николая Корыткова в развитие региона переоценить сложно. За время его руководства областью появились домостроительный комбинат, завод стеклопластиков и стекловолокна, полиграф, комбинат, детская литература, обелиск Победы, областная клиническая больница и многие другие важные объекты. Корытков завершил в регионе электрификацию, сел и деревень. Построил свинокомплексы, птицефабрики, тепличные комбинаты, зверосовхозы. При нем были построены цирк, театр, кукол, центральный стадион, множество объектов культуры на всей территории области. Несмотря на то, что это чистый хозяйственник, тем не менее, у него какая-то любовь к культуре. Потому что он всегда так говорил. Ну, токаря мы научим, слесаря тоже научим. А культурного человека воспитать, тут очень сложно это делать. Алексей Титов в 70-х годах тоже работал в Калининском обкоме. О Корыткове он вспоминает как о талантливом и мудровом руководителе, у которого была невероятная память и огромная работоспособность. Это человек, который работал не для себя, он работал для людей. Он был заботливым хозяином нашей земли Тверской. Он из этого дома ежедневно на работу ходил пешком, без мигалок, без сопровождения, без охраны. В машине всегда возил с резиновой сапоги, потому что, доезжая в командировки, не просто сидел где-то в районе, а приезжал до каждой фермы. Честность, принципиальность, скромность к человекам, обладающим этими качествами, остался в памяти тверетян Николая Корытков. Его имя давно вписано в историю Верхней Волжи, которую сохраняет подрастающее поколение. Николай Гаврилович Корытков сделал очень многое для нашего города и для всей Тверской области в целом. Также он являлся очень мужественным человеком и был человеком, преданным своему делу. Напомним, что 15 декабря депутаты Тверской городской думы одобрили идею переименования проспекта 50 лет октября. Теперь он будет носить имя Николая Корыткова.